Последние дни белорусам пришлось не сладко. Жара держалась выше 30 градусов. Периодически шел дождь, но это не спасало. Повышенная влажность вкупе с пеклом – то еще испытание, с которым каждый справляется по-своему. Жара страшная, спасаемся холодными напитками. Тенечек, конечно, и у воды, обязательно полдня у воды провести. В основном мороженым, либо холодными напитками всякими. И на речку, и в бассейн. Ну, в основном с детьми, вот, в парке. От летнего зноя страдают не только жители города, но и многочисленные цветочные клумбы и зеленые насаждения. Чтобы спасти от палящего солнца тысячи растений и сохранить яркий городской облик, предприятие переходит в усиленный режим. Работы ведутся в каждом уголке. Коммунально-инвентарное предприятие города Бобруйска ДЭП заботится о растениях и работает сейчас в усиленном режиме. Растения поливаются в вечернее и утреннее время с 9 вечера до 6 утра и с 6 до 11. С увеличением температуры воздуха растет и потребность у людей в охлаждении. Возле точек реализации мороженого, прохладного кваса, морса и многих других напитков – ажиотаж. Когда жарко, у нас берут только мороженое и попить холодный морс. Люди в основном любят кисленькое, вот, махито, сорбет вишневый любят. Стараемся все время продавать, чтобы было твердое, но, как видите, солнце у нас не щенит. Палящее солнце, высокая влажность воздуха могут привести к перегреву организма. Особенно трудно в этот период приходится пожилым людям, детям, а также тем, у кого есть проблемы со здоровьем, особенно болезни сердца и сосудов. Чтобы не попадать в такие ситуации, следует в такую жару не посещать какие-то открытые солнечные пространства, пить много водички, стараться находиться в теньке. Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями и детей. Прохладная вода притягивает возможностью охладиться, поплавать, понырять и поиграть. Но такой досуг только со стороны кажется безопасным. С начала года в водоемах страны погибло более 165 человек, а свод ежедневно информирует о все новых происшествиях. Зачастую жертвами стихии становятся дети. За примером далеко ходить не нужно. В начале июля Березина унесла жизнь 17-летнего парня. Поэтому именно с такой категорией детей, с подростками, мы чаще стараемся видеть, видеться, проводить с ними мероприятия, достучаться до каждого. Одно сменяется другим. На неделе белорусы стали свидетелями буйства стихии. Вскоре небесная канцелярия снова преподнесет сюрпризы. Из-за грозового фронта, ливней и сильных порывов ветра 18 июля объявлен оранжевый уровень опасности. Как говорится, от Панамки к зонтику. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.